всем привет вот такие ручки сегодня у меня в работе и здесь клиентка себяшка вернее это моя клиентка она периодически ходила ко мне на постоянной основе раз четыре недели на ногти но последний раз мы с ней делала ноготочки и она не пришла вот уже прошло два месяца какие там у нее причины были я не знаю но по истечении четырех недель у нее есть лампа и гель она себе сделала бежевые ногти то есть спилила пилкой мою мой дизайн мое покрытие и сделала себе укрепление бежевым гелем и вот такой результат мы видим спустя четыре недели носки этого геля люди которые не занимаются наращиванием укреплением ногтей на постоянной основе а так где-то когда-то им что-то захотелось сделать они сделали конечно же не знают тонкости в работе не знают способов как правильно и грамотно делать те или иные подготовительные моменты чтобы покрытие носилось замечательно ну вот собственно вот такой результат мы видим некоторые ногти поломались на остальных которые уцелили есть куча отслоек ну что поделаешь ничего нужно приступать к работе убираю длину по задумке у нас будет дизайн с прозрачными торцами нам нужны прозрачные торцы они не особо прозрачные будут но все равно она захотела брать полностью везде длину вот я показываю что куча от слоя гель просто не зацепился не с ногтевой пластиной не с остатками искусственного материала в общем да нужно знать все тонкости и вот это вот понимание как нужно делать как нужно работать с материалом приходит конечно же с опытом и с практикой далее пилочкой придаю форму свободному краю собственно просто выравниваю свободный край и обязательно прохожу пилка по поверхности убираю глянец троши части ногтевой пластины кто-то на этот этап смотрит закрыв глаза кто-то его пропускает забывать но на самом деле это важный этап по предотвращению от слоя я убираю глянцевый защитный слой с ногтевой пластины и далее паза будет хорошо сцепляться с вот этой вот распушенной поверхностью ногтя для маникюра я нанесла тальк здесь ручки влажные и по тальку вычищаю под кутикульное пространство и шлифую кожу приподнимаю кутикулу для среза клиентка пришла ко мне и сказала им я хочу твой дизайн она у меня в инстаграм увидела дизайн захотела себе такой сделать и с этой идеей пришла если честно редко бывают случаи когда клиенты приходят ко мне говорят им хочу твой дизайн вот когда приходят и говорят хочу твой дизайн это какой-то думаешь ничего себе это же я что-то такое классное сделала что клиентка пришла и сразу же сказала вот это хочу в общем будем делать сегодня очень простой дизайн но он требует чтобы не было длины натуральных ногтей чтобы были прозрачные торцы так что нужно будет наращивать прочищая под кутикульный карман на реверсе с правой стороны приподнимаю кутикулу для среза и фрезой шар на скорости 45 тысяч оборотов я срезаю вывернутый кантик кутикулы на самом деле тут кутикулы практически нет ручки влажные и на влажных руках меньше нарастать всяких шелушек здесь просто вот убрать мелким тоненький тоненький кантик который удалось приподнять а в принципе всяких шелушек нет здесь поэтому поводу работы намного меньше и это хорошо а вот этот вот тальк когда мы посыпаем он делает он убирает с кожи первых влагу и во вторых делает кожу немножко грубее ну что позволяет на таких руках шаром срезать этот тонкий кутикулу убираю пыль маникюр готов клинка пришла ко мне в десять часов и на обработку одной руки у меня ушло 22 минуты вторую нужно еще сделать и вот она готова для вас прошла секунда для нас 17 минут без камеры работать намного быстрее второй рукой не снимала поэтому намного быстрее выполнила маникюр далее я показываю что прошло еще 10 минут за эти 10 минут мы выбирали блестки для дизайна ну и приступаю к покрытию на нашу грунтовочный слой каучуковой базы от космопрофи обязательно базу втираю в эти самые распушенные чешулки в эту раз разрыхленную поверхность ногтя база глубоко проникает и создает прочное сцепление далее нужен прозрачный гель от космопрофи наношу его в верхнюю форму прикладываю к ногтю и отправляю в лампу есть ногти у этой клентки на которых абсолютно нет свободного края там я тоже делаю наращивание таким способом все хорошо наращивается ничего никуда не пристает и не затекает снимаю форму если затеки вот бывают сверху но даже не затеки такие вот наплывы убираете наплывы фрезой их нужно обязательно убрать обязательно нужно хорошо проработать боковые стороны если там останется гель который прилипший к коже то соответственно это сразу даст нам отслойку что нежелательно и конечно же нужно убрать все вот такие вот моменты которые могут спровоцировать появление отслойки далее придаю форму свободному краю клиентка захотела зауженный квадрат поэтому за уже боковые стороны точек просто к свободному краю но она не любит торцевую линию прямую поэтому немножко делаю торцевую линию дугой вот такие блестки на каждом ногте у нас разные блестки клиентка яркая девушка зачастую делает разные ногти и сегодня не исключение коллекция с блестками от космопрофи наношу эти блестки выше середины ногтя и делаю растяжку вверх в моем варианте дизайна молочный гель на половину ногтя и на вторую половину к свободному краю идут блестки клиентка сказал что молочного геля вот мне поменьше а блесток пожалуйста побольше ну и собственно делать так как она захотела вторым слоем добавляю блесточки также делаю растяжку вот фольга под все цвета которые у нас есть ну вот такая красота получилась смотрите как здорово уже смотрится все блестит все переливается наношу базу на блестки то есть на все ногти на нашу базу вместе где у нас есть блесточки там где свободное пространство все равно фольги не будет на этом этапе уже прошло 1 час и 55 минут ну и собственно база просохла и на каждый ноготь определенного цвета я отпечатываю фольгу ссылочку на интернет-магазин космопрофи как всегда оставлю для вас в описании под видео обязательно проходите там же промокод от меня на скидку в 20 процентов материалы отличного качества очень классные камуфлирующие красивые гели у них базы сейчас появился жидкий полигель клиентам очень нравится их камуфлирующие материалы очень красиво смотрятся на ноготочках с удовольствием их оставляют без покрытия цветом нам не нужен молочный гель этот молочный гель я укладываю на оставшуюся пустую часть ногтя тоненькой кисточкой подвожу к кутикуле и гвакам нужно сделать растяжку чтобы молочный гель плавно сходил на нет и переходил в блестки далее делаю укрепление этим же прозрачным гелем которым делала наращивание молочного геля совсем маленькая капелька нужно достроить архитектуру поэтому ставлю капельку и делаю обычное выравнивание распределяем материал по поверхности ногтя подвожу к кутикуле к бокам везде выравниваю и отправляю в лампу такая красота у нас получилась но эту красоту нужно выровнять и опилить убираю липкий слой выравниваю ногти по форме то есть выравниваю боковые параллели торцевую линию не забываем что клиентка любит немного ее овальную не четко прямую и обязательно прохожу пилочкой по поверхности выравниваю ее и тем самым немножко заужаю ноготок вот так ногти смотрится снизу никаких заплывов никаких затеков единственное вот есть немного утолщение боковых сторон и торцевой линии так как я делала опил очень легко все убирается фрезой никаких заморочек и вот ноготь на большом пальце здесь можно убрать вот материал который вытек но этот материал это не наплыв гель не пристанет кожи через два-три дня гель отлипнет от кожи и будет нормально спокойно носиться там нет никаких ступеней топ люминес от космо профи топ без липкого слоя наношу топ под ногтями чтобы там клиентке тоже все блестело ну и момент истины наношу топ на все ноготочки под топом все это дело начинает блестеть и переливаться очень красиво смотрится очень ярко очень блестяще в общем дизайн очень красивый но сами видите выполняется очень просто ну и собственно эту работу мы потратили я потратила 2 часа 35 минут ноготочки готовы после того как показала время я еще снимаю то есть минут 10 клиентка у меня задержалась пока мы отсняли и отфотографировали результат вот такая работа получилась надеюсь вам она понравилась если это так жду от вас лайк и комментарий ссылка на интернет магазин космо профи в описании проходить этим материалом можно творить просто чудеснейшие дизайны спасибо что были со мной до конца у меня на сегодня все всего доброго хорошего дня дизайн